Всем привет! Сегодня я сравню два очень серьезных робота-пылесоса. Это прошлогодний флагман Roborock, которого можно запросто включать в топ-3 лучших робота 2020 года. Речь идет о Roborock S6 Max V за 50 тысяч рублей. И новый флагман компании Roborock S7 за 43 тысячи рублей, который претендует на звание лучшего робота 2021 года. Roborock S6 Max V отличается продвинутой навигацией с распознаванием предметов, а Roborock S7 поднимает швабру на коврах и оснащен другими новшествами для работы с ковровыми покрытиями, а также нельзя игнорировать появление базы самоочистки. Далее я сравню эти модели по основным аспектам, таким как конструкция, навигация, функционал и качество уборки. И постараюсь ответить на вопрос, какой же из них лучше выбрать для вашего дома. Ставь лайк, подписывайся на канал и начинаем сравнивать роботы по основным критериям. Для начала краткая таблица характеристик. Более подробно я описал в статье, если интересно, ссылка будет в описании. Начнем с конструкции. Оба робота выполнены в формате таблетки с лидаром. Визуальных различий немного. У Roborock S6 Max V крышка с декоративными жабрами, а у Roborock S7 с фигурными разводами и индикатором в виде дужки. Пылесборник в обоих случаях устанавливается под крышку. Форма разная, но объем почти одинаковый. 460 мл у шестой модели и 470 мл у седьмой. Бак вставляется сзади. У S6 Max V он C-образный, а у S7 сделан в форме буквы D. Объем одинаковый – 300 мл. Главное различие между роботами – это конструкция бампера. У Roborock S7 классический бампер с боковым и фронтальным датчиком. А у S6 Max V вместо фронтального датчика установлена стереоскопическая камера. Заметно различается и конструкция днища. У той и другой модели под днищем установлено 6 датчиков падения – фирменная пятилучевая щетка, поворотный ролик и клеммы для подзарядки. Рабочий блок у Roborock S6 Max V классический. Лепестково-щетинистая турбощетка с плавающей рамкой, которая приспосабливается к рельефу пола. Для удобства обслуживания турбощетка разбирается с двух сторон. Но по сравнению с конкурентом, у Roborock S7 есть несколько преимуществ. Первое. Вместо турбощетки в рабочий блок поставили ребристый валик, который практически не наматывает на себя волосы. Второе. Рамка рабочего блока у S7 на двух независимых подвесах, поэтому обеспечивает лучший контакт с кривой поверхностью, например, когда робот едет по кромке ковра. Третье. В задней части днища S7 находится виброблок, который заставляет швабру двигаться, что в теории должно повышать эффективность влажной уборки. К тому же в днище предусмотрено углубление, куда поднимается швабра при заезде на ковры. Для сравнения, у Roborock S6 Max V под днищем вставляется обычная статичная швабра. Следует добавить, что Roborock S7 конструктивно приспособлен к базе самоочистки, которая уже появилась в продаже. В частности, в отсеке пылесборника есть дополнительное выпускное отверстие, закрытое заглушкой. Также из различий можно отметить наличие датчика пола возле поворотного ролика у S7, но с точки зрения конструкции преимуществом это не является. Об этом я расскажу в следующем разделе. А пока по совокупности преимуществ Roborock S7 законно получает первый балл. 1-0. Стратегия движения у соперников похожая. Проезд вдоль стен, а затем планомерная зачистка свободного пространства зигзагами. Уже после первой уборки роботы знают планировку квартиры и границы комнат. На ступеньки не выезжают, двигаются рационально, без необоснованных проездов из одного конца дома в другой. Ключевое преимущество Roborock S6 Max V заключается в распознавании препятствий. Робот сканирует предметы на полу фронтальной камерой, проверяет их по базе изображений и, если это препятствие представляет опасность, экскременты, провода, носки и т.п. Аккуратно объезжает его. Причем в процессе уборки S6 Max V фотографирует препятствия, запоминает их и учится лучше ориентироваться в этой квартире. Такого функционала у Roborock S7 нет. Он просто бегает по комнате челноком, обметает ножки мебели и таранит мелкие объекты. Зато его укомплектовали датчиком пола, который распознает ковровое покрытие. Roborock S7 умеет объезжать ковры, если нужно, и даже отображает их положение на карте. На мой взгляд, способность избегать пространственных коллизий важнее, поэтому балл за навигацию я отдаю Roborock S6 Max V. Счет 1-1. Номинальная сила всасывания одинаковая – 2500 паскалей. Но благодаря валику и уменьшенному раструбу Roborock S7 сосет гораздо лучше предшественника, достает песок из глубоких щелей и вытягивает пыль из ковра. Отдельно следует сказать о вибрационной уборке ковра. При ее активации S7 будет целенаправленно вибрировать на коврах, чтобы вытрясти застрявшие в ворсинках частицы мусора. Прибавим к этому максимальное качество сбора песка на гладком полу – 100%. И лучший в истории нашего тестирования результат на коврах со средним ворсом – 80%. Roborock S6 Max V тоже неплохо справляются с сухой уборкой, а шерсть собирает даже немного лучше седьмой модели. Но каких-то выдающихся показателей он не демонстрирует. Данное тестирование можно сравнить с помощью таблицы. Поэтому здесь однозначная победа Roborock S7. 2.1. С поверхностной пылью и стойкими загрязнениями роботы справляются одинаково хорошо. Но присохшие пятна Roborock S7 оттирают быстрее и качественнее. Это достигается из-за вибрации платформы. К тому же S7 умеет поднимать швабру на коврах. Можно нажать автоматическую уборку и не заморачиваться с разметкой карты. Roborock S7 сам разберется, где пылесосить и мыть, а где только пылесосить. Такого функционала нет ни у одного робота на рынке. Счет 3.1. Управлять умными пылесосами можно как через приложение Mi Home, так и через фирменное приложение Roborock. Причем для S6 Max V принципиально важно использовать именно фирменное приложение, иначе распознавание объектов будет работать некорректно. Основные функции приложения идентичны. Картография с автоматической разбивкой на комнаты. В редакторе можно менять их границы, подписывать названия, ставить виртуальные стены, целевые и запретные зоны. Регулировка мощности и смачивание индивидуально для каждой комнаты. Планирование работы по дням недели в разных локациях. Оценка износа аксессуаров и просмотр истории. Выбор языка. Русский доступен по умолчанию. Преимуществом Roborock S6 Max V можно отнести выведение на карту иконок обнаруженных объектов, при нажатии на которые открывается их изображение. Эта функция может существенно облегчить поиск потерянных предметов. Отметка о наличии в доме питомца, которая позволит роботу учитывать этот факт при составлении карты и построении маршрута. Удаленное слежение за домом через видеокамеру. Можно удостовериться в том, что вы не забыли выключить газ и выдернули вилку утяга из розетки. Есть свои фишки и у Roborock S7. В частности, отображение ковров на карте. Удобная функция для зонирования помещения. Индивидуальная частота вибраций швабры для каждой комнаты. Можно сэкономить заряд батареи во время влажной уборки. Изменение маршрута швабры. По сути, это ширина заезда на уже обработанный участок. В зонах, где нужно оттереть стойки загрязнения, лучше выбирать максимальное значение, а там, где нужно вытереть поверхностную пыль, минимальное. Блокировка от детей. Понадобится, если в доме живут маленькие экспериментаторы. В целом, у каждой модели есть свои специфические функции, которые могут пригодиться в процессе эксплуатации. Поэтому счет остается прежним. 3-1 в пользу Roborock S7. Подведем итоги. Не следует забывать, что перед нами флагманские модели компании Roborock. Это качественно собранные, продуманные и функциональные пылесосы, которые будут служить верой и правдой в течение долгого времени. И, на самом деле, сделать неправильный выбор довольно сложно. Несмотря на победу в общем зачете, сказать, что Roborock S7 однозначно лучше своего предшественника нельзя, потому что S7 заметно проигрывает навигации, а это значимый фактор. Если вы хотите, чтобы робот не доставал собаку постоянными наездами, не застревал при попытке проглотить фрагмент конструктора и не растаскивал по всему дому сюрпризы неаккуратного кота, лучше все-таки выбрать Roborock S6 MaxV. Если у вас нет детей или они кладут игрушки на места, а ваш пушистый друг всегда готов уступить дорогу пылесосу, нужно брать Roborock S7. Он лучше справляется сухой уборкой, удобнее в управлении, проще в эксплуатации и заметно дешевле. Плюс можно докупить базу самоочистки. На этом у меня все. Пишите, какой робот-пылесос на ваш взгляд лучше? Кому бы вы отдали свой голос? Также ставим лайки этому видео, подписываемся на канал и жмем колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале. С вами был BestRobot. Делаем правильный выбор. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok